Тут, получается, вы готовите площадку на будущие свои работы, так? В том числе подъезды. Чтобы выполнить такие работы, необходимо проектное решение. То есть вы, получается, обрадили здесь часть, примыкающаяся к пенсионному фонду. И продолжаете... Был разговор о том, что вы сделаете здесь благоустройство. Но сначала нужно сделать, как минимум, какой-то проект для того, чтобы это сделать. То есть мы же не можем просто так зашли и начинать копать. В принципе, давай, поясните. Мы можем сделать первый день, который будет, чтобы по крайней мере участке 5 метров. Вот я. Это здесь неучшено. Плюс, по всему, мы учтем способа существующего сайта. Он тоже красивый. Когда мы называем, что этот город не будет входит, то есть, это специальное время, это неудачное знание этого неудача. То есть, да, мы очень хотели бы, чтобы этот участок был устроен, но не так за предел посмотрел, вырыл павшум по плавам себя и взял движения, как долго должен быть, но в общем, и дальше шум. Мы не знаем, где мы, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. Мы, в том числе, в том числе. Мы говорили об общей площадке, которая говорит полностью, что мешало подготовить предварительно, если мы возьмем сейчас протокол, там тоже это есть, чтобы предварительно исполнить эскиз, как здесь должно быть, а потом уже начинать копать. Мы не знаем, где мы сейчас научим, а значит, что-то еще, это же может тоже, вот, мы от него сейчас тоже должны, мы не знаем, где мы сейчас научим, а значит, сентябрь, да. А что мы? Мы, наверное, сентябрь, в том числе. Ну, что это уже, там уже потом, так не должно быть, минимум 5 метров, так не будет вообще, то есть не надо, значит, давайте, 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 давайте. Здравствуйте. Вы, прежде чем сюда зайти, должны быть подготовить предварительно документы. Его не подготовят, вот эти кабачки. Вы пошли дальше. Вам надо было здесь делать не благоустройство, вы пошли, значит, копать без градоставительного плана, который сегодня говорит о том, что это обязанность ваша. Как собственно, как собственно. Если вот захотел и копаешь, такого не бывает. Бред пожарные, наверное, здания. Значит, давайте, пока прекращайте все работы, вам задача 5-метровой зоны огородить вот этот участок, и сегодня вечером, Мария Александровна, давайте свое решение, готовьте, как здесь будет выглядеть, эскиз, град-план, что здесь вы будете делать. То есть сегодня вы просто зашли и начали копать. Тем самым, создавая определенные, ну, неудобства, будем рядом, находясь, в котором находится пенсионный фонд. Нет, я поясню, сейчас спрошу. Можно, да? Вы где работаете? Я работаю здесь, я собственник здания. Это вас здание. Фонд, собственный пенсионный фонд. Социальный фонд. То есть вы собственник. Давайте, давайте, говорю. Сосед мы, мы общаемся по-соседству. Сказал, что есть проект на вот это, попросил, срезал сети мои. Пообещал восстановить сети сейчас. Ну, восстановит. Я день прошу проект, два проекта, никакого проекта нет. Здесь было благоустройство, асфальт. Мне просто интересно, что будет-то сейчас. Я вот прошу какой-то проект получить. Что здесь будет? Вы уже слышите, да? Что мы также претензии предъявляем, значит, собственнику земли, что он без проекта зашел сюда и начал копать. Поэтому давайте восстанавливайте, во-первых, то, что вы здесь разрушили. Ставьте, огораживайте зону, да? И прекращайте все эти работы. Сегодня, либо завтра, чем быстрее этот проект будет на руках, проект, который общий, мы говорили, на здании. Понятно, что вы полную всю площадку быстро не сделаете. А речь идет об этом участке. А здесь мы говорили, учитывая, что ваша собственность получается до тротуара. Мы говорили, что если вы сделаете на своей земле благоустройство, это будет хорошо. Но вы сделали не благоустройство, вы... Вырыли, как вам вырыли, вырыли, но чтобы это благоустройство обычно делается в проекте небольшой, но на этот участок. Здесь газон, здесь тротуар, здесь лавочка. Подписали, согласовали с архитектурой. СОЖ согласовал, все, работаем. Хорошего дела сделайте, попробуйте. Сколько времени? Сколько времени? Может? Да. Я бы даже просил за архитектуру дать хоть какое-то видение, чтобы ему не было проживать. Вот смотрите, вот как вам правильно сказать. Вы же вот утром встаете, да, у вас есть какая-то процедура, да, там, идете, зубы чистите, умываетесь, да. Здесь то же самое, не должно быть так. Проговорили, сказали благоустройство, вы начали котлованы рыть, значит, нарушили фундамент рядом находящегося здания. Ну, это, ну, это неправильно. Это, во-первых, небезопасно. И это, ну, в квартире же вы тоже, когда ремонт делаете, вы делаете какой-то проект, правильно? Просто так, а вот давай, вот здесь я отпилю, здесь сломаю, и все. Так же, ну, и здесь не должно быть. Поэтому я сейчас приостанавливаю свет, соответственно, нужно засыпать там, где вы сломали. То, что восстановить, что восстановить. Простите, привет. Вообще, кажется, Бусарева, где она делает проект? Вась, вы скажете? Нет. Будет Бусарева, будет не надо. Значит, делает, делает, не какая-то, делает тот хозяин, собственник, который, соответственно, дальше что-то хочет со своей земли получить. Не Бусарев, не Иванов, не Петров, еще не Тетенков. Нет, что он заказал Бусарева. Нет, ну, а мне сказали на вас, что с вами согласовали. Бусарева не проекта. Согласовало что? А вот то, что здесь есть. А как согласовало? Вот так же я сейчас. Вы сказали, что вы разрешили, слышали. Нет, вы слышите? Слышу. Вот получается у нас, кто-то сказал, что-то захотел, взяли, вырали. Где бумага с подписью? Можно я небольшой бумагу спрошу? Ну, давай. То есть, мы работу приостановили. То есть, могу ли я вот эти бугры, хотя бы, разорвать, чтобы они по стене, и сделать подпорную стенку, чтобы дальше обращение... Вам когда сказали, вы не спрошили подтвердительными документами. Вот скажите, год назад Василий Куркил там начал копать. А я вам предускажу, что здесь будет вертолетная площадка, вы тоже поверите. Пришли, сказали, сделай планировку. Ну, здесь сделай планировку. У нас, в Абачинске, это практически во многих местах. Рядом сделай реконструкцию. Это я тоже. Вот, почему незаконно сделали реконструкцию? Я законно сделал. Нет документов? Законно я сделал. Вы сказали, документы предоставили, документы не предоставили. Я представил, документы у вас есть. У вас есть документы... Сейчас решают футер-арбитраж. Вот. У меня проект 20-го. Поэтому я вижу, у вас тоже есть вопросы к вам, что вы захотели и реконструкцию без документов сделали. А вначале подошли, слукалили. Игорь Петрович, распомогательный объект не требует этого решения. Пожалуйста, тоже начните с себя сначала. Я с себя начинаю. Значит, уже... Я, видите, тут традиционно. И вы захотели, сделали здесь документы. И вы захотели... У меня документы не стало. Захотели так. Все, прекращаем все работы. Пока я не увижу то решение, которое, значит, проект... Часть проекта. Чем быстрее, тем лучше. Зависит от вас. Не, Игорь Петрович, стоп. Вы скажите, что отопление, теплотрассу он проложить может. А то вот Василий, он же живет там в Москве. Он улетит 16-го числа. А я бы... А я скажу, вот вы давайте там приведите соответствие. Нет, соответствие, реконструкцию приведите. Вы здесь живете и нарушаете законодательство. Там не реконструкция. Поверьте. Значит, документы, которые представляли, представили, они незаконные. Еще раз говорю. Я же не говорю о классификации, пусть суд определяет. И вы мне тогда слукавили, получается. Ничего не в том, что у вас будет. Вот вы абсолютно не лукавили.